Артем, день добрый. Добрый день, Андрей. Победа и над ростом ключевой ставки. А, спасибо. Ну, с нами Бог, за нами правда. Как мы по-другому-то можем? Только так. Я извиняюсь, может придется дверь открыть. Тут какая-то идет хреновина. Стоит нам с тобой договориться, тут же звонит постоянный курьер Озона, говорит, я прямо сейчас приеду. Постоянно. Это какое-то издевательство. Конечно, это все время курьер деньги от меня привозит за то, что ты меня... А, да-да-да. Вот. Слушай, ну, достойно, да? Вот сегодня, посмотрел пресс-конференцию, достойно. Не просто достойно. Вот у меня реально сложилось впечатление, что такой молодой голос и веселый у Эльвира Исахев-Задовны не был с декабря 21 года. То есть она всех победила, все преодолела, очень бодро, бойко выступает, прям помолодела. Так что, как бы, я даже теперь спокоен за денежно-кредитную политику нашей страны. Понятно. Ну, а в Садиджане там было много, говорили и о Киеве, и о правах акционеров, необходимости фондового рынка в два раза капитализацию. Ну, там много вопросов поднималось. Что тебе самое интересное? Ну, лично, на мой взгляд, самое интересное, это, конечно, необычная тенденция, которую заметили в Центральном банке, что одновременно растет сбережение населения и потребление населения. То есть это какой-то, как бы, получается тренд, что мы богатеем быстрее, чем успеваем накапливать деньги. Раньше мы могли либо есть, либо откладывать деньги, а теперь можем и то, и то. Ну, в общем, конечно, это радует. Вот. Второе, это загрузка мощностей, то есть какие-то у нас рекорды по загрузке мощностей в экономике. Ну, реально 87 процентов, это, по сути, полная загрузка с учетом, ну, там, перестройки, ремонтов и так далее. Вот. И поэтому, что хочется сказать. Нас, похоже, ждет еще один год с высоким ростом ВВП, с высокими доходами населения. И вообще-то, говоря, еще нефть, матушка, вверх идет. Так что будем богатеть. Давайте вместе богатеть. Вот так. Будем богатеть. Хорошо. А тут мне канал Царьград как раз очень-то интересовался. Я там сейчас буду после тебя выступать. По поводу Киви. По поводу Киви всех интересует, да? У меня Киви зависло в тысячу рублей. Но тысяча рублей это не та тема, чтобы идти на почту и бланк отправлять, что мне тысяча рублей зависло. И быть этим четвертой категорией этим. Мне это не нужно ничего. Вот. Но зависло. Пусть на карту тебе кину. Вот. Ладно. Что еще самое интересное? Вообще, вот, как понять вот сейчас, вот, ну, все хорошо, да, все хорошо. ЦБ радует. Мы будем богатеть. Мы будем богатеть, да? Да, да. На, скажи, какие еще сигналы можно прочитать? Да, скажи, как инвесторам разбогатеть. Вот. Что я хочу сказать. Ну, интересный сигнал был, что все равно быстрого снижения ключевой ставки не будет. И это значит, что средняя ключевая за год, ну, то есть, вот, ключевая за каждый день, начиная с сегодняшнего дня и на 12 месяцев назад, она будет постепенно расти, расти, расти. И, как следствие, снижение длинных ОФЗ вполне нормально, и оно будет продолжаться следующие, ну, по сути, полгода. Вот. Докуда оно может снизиться? Ну, по моим расчетам, до 14-й доходности к погашению, но может и больше, да. То есть, здесь все зависит от риторики ЦБ. Пока, судя по риторике, уже пора разворачиваться длинным ОФЗ, но они работают чуть-чуть по-другому. Ну, я сформулировал, что длинные ОФЗ – это квази-акция, то есть, не надо их воспринимать ни как государственные облигации, ни как вообще что-то надежное. Воспринимайте это как инструмент с волатильностью и рисками, как акции. Вот. Ну, условно говоря, это такие акции Минфина. Вот. И, соответственно, по ним платятся дивиденды, но они очень волатильны. Вот и все. И тогда, может быть, у вас не будет обиды, что длинные ОФЗ упали там со 100% до 80% или с 80% до 60% и прочее, да. То есть, 15-летний ОФЗ – это, по сути, мы торгуем ожиданиями будущего, да. И, основываясь на, ну, вот, на чем, это разные вещи. Я, например, дошел до того, что использую, ну, как бы, среднюю ключевую за последний год. Кто-то, может быть, еще круче действует. Там, Терверма, Ацтат – это все вот сюда. Понятно. Ну, и ж ты рубль. Сказал, что рубль в надежных руках. Прогноз прежний – 90? Да, такая Эльвер Сахипзадовна так и сказала, что если будем контролировать денежную, кредитную политику, будем контролировать рубль. Так что она контролирует, судя по голосу, просто прекрасно, так что рублю нечего бояться. Вот, но, опять же, у меня же два прогноза. Первое, что около 90 будет, а второе, если не знаете, когда покупать валюту, покупайте ниже 90. Просто, вот, это, ну, не то, что прям мой прогноз, это я с тобой соглашаюсь. Вот, так что, вот, действуйте. Ждать сейчас каких-то проблем, ну, честно, выборы прошли, контрнаступ не удался у наших соседей. Вот, впереди только светлое будущее рисуется. Вот, так что можно только радоваться. Но это в целом, да, в целом, находясь в фиксированной доходности, в облигации, в депозитах, можно прекрасно себя чувствовать. Если смотреть на частности, то, конечно, будет продолжать падать взятие ипотеки, продолжать падать кредитование. Вот, ну, и в целом, мне все меньше и меньше идей, что покупать в акциях. То есть, честно говоря, я уже серьезно обдумываю начать их продавать. Но я все еще надеюсь на психологию толпы, что перед, ну, во время сезона дивов у нас будет какой-нибудь рост, и я смогу очень комфортно закрываться. Вот. Ну, опять же, мои прогнозы не сбываются. Мы уже все знаем, что, если я что-то говорю, надо делать наоборот. Вот, соответственно, я считал, что Сбер будет постепенно замедлять свои доходы, а он не замедляет. Вот, и поэтому, в общем-то, не очевидно, что, например, Сбербанк будет падать в этом году, и что долго закроет ДИФГЭП. Ну, вот, как бы, иногда ошибаюсь, так бывает. Вот, кстати говоря, еще два моих, по сути, не сбывшихся прогноза. Это что всех в Яндексе... Какое культурное слово... Нахлобучит. Нахлобучит, да. И всех, соответственно, нахлобучит в Тинькове и Росбанке. Вот, но, тем не менее, я прогнозы пока не снимаю. По всем трем историям. Вот, то есть, в Сбер я выбираю момент продажи, а в Яндексе, в Тинькове не участвую. Вот, потому что, честно говоря, нахлобучит ты должны не в середине процесса, а в конце. То есть, как бы, когда раз, и не выкупили, а все надеялись. Вот, или раз, выкупили, но дороже. Или вдруг, знаешь, тоже вот в Тинькове вообще может быть уникально. Все, как, все пройдет, выйдет свежая отчетность, там окажется, что там просто снизились в два раза. И тут все, наконец, сообразят. Ну, почему нет? Вот, знаешь, я пытался сформулировать, почему я у тебя в блоге занимаю такую позицию, негативиста, может быть. Вот. Не для того, чтобы люди не торговали, вот, а чтобы они были осведомлены о рисках. Если они осведомлены о рисках, если они их принимают, то, пожалуйста, участвуйте в Яндексе, в Тинькове, как хотите. Вот, здесь нет каких-то проблем. Хоть я туда не лезу, но, в общем-то, это неплохие возможности заработать были, и, наверное, такие же будут. Вот. Сейчас еще параллельно IPO Европлана проходит, вот, но, честно говоря, я его до конца не рассмотрел, и поэтому не знаю, как прокомментировать. Но, я думаю, в любом случае, большая часть спроса будет от институционалов, и IPO точно состоится. Но, наверное, это не IPO моей мечты. С другой стороны, я мечтаю о золотых горах, а здесь просто синица в руке. Понятно. Вот по поводу Сбербанка. На рынке есть пословица, если не знаешь, что купить, купи акции Сбербанка. А тут я пошел в софиатрию, к клинику, к доктору Коссу, и мне массажист сказал, а у нас, у медиков, есть такая пословица, если не знаешь, как дальше лечить больного, назначь пиявки. Он говорит, никто толком не знает, как они действуют, ну, кроме того, что там разжижают кровь там, но помогает. Назначь пиявки. А я подумал, банкиры-то есть с пиявки главные наши Сбербанк-то? С этой точки зрения, ну, сейчас видишь, у нас пятница, это день борьбы с пиявками, потому что казалось, что главный вред экономики приносят не банкиры, а брокера. ЦБ тут, по данным коммерсанта, рассматривает варианты, как без участия брокеров осуществлять торговую на бирже. Долгая история, как я читал, там это будут консультации, 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 там это, ну, рассматривают и чего. Ну, я вообще считаю, что чем ближе мы, как страна к коммунизму, тем лучше. А, конечно, очень уничтожение института финансовых посредников, это верный путь все ближе к коммунизму. Поэтому ради коммунизма я даже вытерплю, что мою профессию, которую я занимаюсь с 18 лет, Центральный банк решил отменить. А это не так. Это занятие, только не передергивай. Там как раз будет ниша другая совершенно. Но если это не коммунистический кружок, а какие-то другие идеи, то, конечно, бред полный. Там другая идея, что вы, ребята, не будете деньги получать, вот эти вот доходы комиссионным, а журналочкам, но будете деньги получать совершенно другие от консультаций клиентов, атлантических обзоров, прочее. До послуг какие-то. Я еще раз говорю, если это не ради коммунизма, то бред полнейший, конечно, Центральный банк во время... Кстати, у нас же СВО идет, и ломать финансовую систему в период СВО, это вообще, по-моему, надо проверить инициаторов на причастность к нетрадиционным партнерам. А чего у нас идет СВО? Вот сегодня Песков сказал, что де юре СВО, а де факто у нас война идет. Вот так он сказал. Ой-ой, нельзя это слово произносить. У нас в Главном кодеке не отменили статью. Так сказал Песков, нет чего. Вот, де факто это... Но ему можно. Ему можно. Нет, кстати, да, тоже нам послал Бог этого пресс-секретаря. Ну, хоть кто-то это слово произнести должен. Очень, очень, очень толковый. Очень мне радует Песков, очень толковый. Что я могу сказать по данной теме? Да, давай все-таки нам же надо пользу давать людям. Польза следующая. Мы въезжаем в период годовых отчетов, за ним будет идти период дивидендный сезон. Поэтому, чем мы сейчас занимаемся, мы активно рассматриваем один за одним, ежедневно там по два-три годовых отчета, ищем какой-нибудь золотник. Вот. В принципе, поскольку мы и квартальные отчетности смотрели, то для меня пока ни одной годовой отчетности в плане сюрпризов и не было. То есть, все, что я там по полугодию девяти месяцев, ну, особенно по девяти месяцам прогнозировал, но годовая отчетность не подводила. Вот. Оно для кого-то бывает. Вот сюрпризы все спрашивают. Ой, а Транснефть заработал, Сбербанк, Совкомбанк заработал. А Лукоилу? Прокомментируй, пожалуйста, дивиденды Лукоилу. Раз уж так все. А чего? Я вообще не понял. Знаешь, вот эти влажные мечты о дивидендах, они меня несколько даже пугают. То есть, в курсе ли люди, что дивиденды, по сути, имеет смысл платить юрлицу, только если оно совершенно не понимает, как заработать деньги эффективнее, чем выплатив акционерам. То есть, это значит, что их внутренняя, как бы, рентабельность меньше, чем дивидендная доходность акционерам. Ну, из разряда «выплатим дивы» люди получат 15 годовых, оставим в компании, это будет рентабельность на вот этот капитал 7%. Ну, конечно, тогда дивы лучше. А если Лукоил вдруг обнаружил возможность их эффективнее инвестировать, конечно, он снизит объем дивов. Вот эти все истории, что деньги накопились, и обязательно Лукоил их выплатит, но для меня звучат как бред. Это не намного лучше, чем история, когда люди рассказывают в этой акции нераспределенные дивы, нераспределенные прибыли, 15 миллиардов, а капитализация миллиардов. Вот они и завтра выплатят. Артем Сергеевич, расскажи, пожалуйста, про форум старого трейдера. Какое у тебя тема выступления будет? Так, да, я участвую в форуме старого трейдера, записывал им даже видео с темой форума. Но еще не готовил презентацию, но еще успею приготовить. Соответственно, я хочу поговорить о том, как бы собрать пенсионный портфель, но не в смысле для пенсионеров, а вот чтобы этот портфель как бы обеспечивал нам какую-то разумную ежемесячную доходность с учетом риска. В каком возрасте этот портфель применять? Там, в 18 лет или в 80? Ну, уже будет зависеть от каждого человека. Но мне показалось, что это бьется с самим неймингом старого трейдера, хоть он и не такой старый, как все думают, и вообще не рассчитан на инвестиции пенсионеров, но тем не менее, я думаю, интересно будет озвучить. И вот. Сделали себя пластиковым Артемом Тузовым? Или нет еще? Я так понял, что пластиковым это только для вип-аналитиков, типа тебя, а я буду картонным, но картонным тоже можно. Ну, тебя... Ты фотографию-то не слал? Слал, но я буду картонным. Картонным? Главное, чтобы потом они подходили и не говорили, вот дурилка картонная, били. Это будет обидно. В следующий раз я бы запретил бы им. Тебя вообще могут плавить зажигалки, поэтому тебя стараются. Мы можем возвращать, сгореть к черту, и это все будет снято на телефон. Но опасное дело. А представишь, придет человек, которому неудачно что-то купил по нашим рекомендациям и начнет в глазки втыкать, как в воду, иголочки. Нехорошо это. Фигуры такие. Ну, честно говоря, я не слышал. Вот ко мне никто не приходил со словами, что из-за ваших рекомендаций я деньги потерял. Ну, опять же, я особо рекомендаций не даю. Я вот говорю, я покупаю длинную ФЗ. Ну, ко мне один сумасшедший пришел со словами, после ваших рекомендаций ваши длинные ФЗ упали на 3%. Вот. Я не очень понял, опять же, почему длинные ФЗ мои. Ну, да. Которые якуты упали. Но в целом... Давай поговорим про ФЗ. Я думаю, что ставка на конец года будет 14 точно. А может даже 13 с половиной. Твою мнение. Ну, я считаю, что да, да, 14-13 с половиной очень вероятны. И причина этому, потому что мало до середины года держать 16, как нам это анонсировали. Надо еще медленно снижать, потому что если будет быстрое снижение, то, как бы, все начнут действовать на опережение. они будут считать, что, как бы, я сейчас могу взять ипотеку и через полгода рефинансироваться на гораздо лучших условиях. И опять у нас восстановится там тоже самое ипотечное кредитование. Если ЦБ будет по 0,25 в месяц снижать, то, как бы, ипотечники будут понимать, что через полгода особо ничего не поменяется. А что у тебя, вот что ты думаешь, будет с длинными ОФЗ, там, 12 лет положим при таком сценарии в декабре? Слушай, да у меня будет все прекрасно, потому что я, например, циклами в полтора года мыслю, вот, и за полтора года я считаю, все-таки длинные ОФЗ развернутся, и я заработаю свои 40-60 процентов. Вот. Надо понимать, надо просто верить, верить, ОФЗ, верить Набиулину, верить, что страна богатеет, и покупать ОФЗ. Короче, что думать-то? Символ веры. Да, что думать, так сказать? Потому что доходность к погашению вечно, а облигации это просто бренный носитель доходности к погашению. Вот, поэтому, в общем-то, надо отменить облигации, чтобы мы просто получали доходность к погашению, и все. Ну, конечно, если не знаешь, что делать, купи облигации и поставь еще пиявки, если более. но опять же, если серьезно, если вы не опытный инвестор, не покупайте никаких длинных ОФЗ, покупайте ОФЗ короткой лесенкой от полугода до трех лет точка с фиксированным купоном. Нет, я правильно понял, что через полтора года, если все сложится, ты получишь процентов 30 по этим длинным ОФЗ. нет, я получу 40-60. Да? Конечно. Ради 30 я бы не стал даже подниматься. Будем богатеть. Конечно. Будем богатеть. Все ради того, чтобы подтвердить заявление Эльвиры Сахипзадона. Она сказала, что владельцы облигаций одновременно больше инвестируют и лучше питаются. Будем выполнять. Будем выполнять. Что у тебя с твоим телеграм-каналом? Какие новые проекты? Ты обратил внимание, что сегодня конференции были и от Биткогана были, да, например, и от этой девушки из Питера, симпатичной, из Казахстана? Многие были? Да. Артем, говори, пожалуйста. Хочу ли я конференцию сделать? Ну, нет. У меня таких нет амбиций. Я примерно понимаю, как это все работает. То есть устроители конференции они должны откуда-то деньги зарабатывать. Вот. И поскольку эти конференции в основном бесплатные для посетителей, вот, то они зарабатывают с эмитентов, которые оплачивают это удовольствие. Вот. И, соответственно, если у тебя есть, например, 15-20 эмитентов, которые готовы платить, ты собираешь свою аудиторию в зале, эмитенты выступают, наливаешь, выпиваешь, и все довольно расходятся. Но это как бы вариант. Но это для бесплатных мероприятий, на мой взгляд, они полностью бессмысленны. Поэтому я в основном посещаю мероприятия либо платные, либо как бы такие, где я понимаю, что люди для души делают. Но старый трейдер делает для души, ярмарка эмитентов, она за деньги с посетителей. И там мне интересно. А вот просто какая-то ярмарка, где там бесплатно мне затирают, что лучшее, что я могу сделать, это купить структурные продукты, франшизу, страховую и еще какая-то дичь. Это мне, конечно, вообще не надо. Знаешь, какая вообще уникальная вещь я сегодня услышал? Мне европейскую электротехнику привели в пример как идеального эмитента. Кто привел? Не скажу, кто. Но на самом деле меня это, конечно, очень порадовало, потому что европейская электротехника за свое многолетнее нахождение на бирже полностью прошла путь трансформации от как бы всеми к набимой ценной бумаги до всеми любимой. И есть еще один эмитент, который прошел тот же путь, это Селегдар. Я больше даже, и не вспомню такой истории. Надеюсь, еще появятся такие эмитенты, но пока вот только два. Но, тем не менее, это то, чего мы и ждем на самом деле от биржи, от эмитентов, которые разместились, упорно росли, упорно развивали свой бизнес и расцвели. И, конечно, хочется купить такую компанию, в том числе даже на IPO. Да, главная заповедь трейдера покупает дешево по бедам. Я вот только что купил телефон, мне принесли. Самый дешевый телефон на рынке по бедам купил. По бедам, по бедам. Вот. Зато его это самое сложно будет взломать. Никто не будет заниматься кнопочным телефоном. Правильно? Ну, конечно. Это как в старые добрые времена, значит, два телефона. Один для важных переговоров кнопочный, а второй электронный. Хотя многие товарищи накалываются, когда работают в специальных организациях, покупают телефоны кнопочные, а там уже стоит Wi-Fi и камера. Атаки камеры нельзя использовать. Надо без Wi-Fi без камеры телефоны покупать. И все будет хорошо. А почему мы не говорим про этом чертову деревообработку? А, Сегежа, что ли? Ну, да. Так, смотри, там, кстати, очень классно. Я, как владелец и акций, и облигаций, пока все идет по моему прогнозу. То есть прогноз мой такой, что я сначала заработаю в облигациях, потом их продам и куплю подешевевшие акции. Ну, соответственно, пока у меня план сбывается, Сегежа выступила так, что облигационеры перестали ее бояться, а акционеры начали. Вот, соответственно, как только мои облигации Сегежа достаточно вырастут, то я их продам и закуплюсь упавшими акциями Сегежа. Но это, я думаю, на горизонте в три месяца случится. Что касается самой Сегежи, вообще не факт, что вот там объявили, что, типа, возможно, как-то там журналисты услышали, что, возможно, допка. На самом деле, если допка и будет, то по результатам, скажем так, полугодия или даже девяти месяцев, потому что для этого надо, чтобы цены на пиломатериалы сохранялись на низком уровне еще достаточно большое время. Вот, потому что допка, ну, она никому особо не интересна. Вот, но если так будет, то она возможна, да. И, кстати, ее спокойно может даже рынок выкупить. То есть, можно же продавать Сегежу как недооцененную компанию, вот, когда в ней поучаствуют и выкупят. там, условно говоря, как у ВК допка же была, и там было много людей, которые вот добровольно в ней участвовали. Ну, вот так же примерно замутить. Но это так. На самом деле, Сегежа мне всегда нравилась и продолжает нравиться. И тут уже вопрос в том, что немного не их время. Сейчас металлургия больше востребована. Но в целом в какой-то момент их продукция будет дорожать, дорожать, дорожать. Вот. Не знаю, это будет экспорт или это внутренний спрос, но то, что это будет наращиваться, ну, я в этом уверен. Да. Спасибо большое, Артем. Жатто будет обильно, будет боготеть. Да. Так победим.